Да, фарисей, он вот даже делает больше, чем требуется, и он это себе ставит в заслуги. А вот вы, например, Роман стояли и все время поправляли мутаря, как-то вот так вот, да, а если его расправляли, понимаете, у вас уже даже вот на каком-то подсознании хочется его пожалеть, понимаете? Вот именно, да. А я думаю, вы скажете, у вас на подсознании не в рост. Я не ссорюсь ни с кем, я стараюсь, я понимаю, что это ни к чему не приводит, только смирение. Только промолчать, человека простить, и потом этот человек все равно приберет. Потому что, конечно, есть такая глубокая очень история, как-то, ну, я с детского дома, меня усыновили. Завет. Договор между Богом и человеком. О чем и как они договорились. Завет. Мы услышим слова Евангелия, которые сегодня звучат во всех православных храмах мира. И не только услышим, но и увидим. Мы прикоснемся к миру Нового Завета. Тец Илья, мы сегодня читаем Евангелие, притчу о умытаре и фарисее, и постепенно так погружаемся в Великий Пост. Да, Евангелие от Луки, 18 глава. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вероника, вот мы сейчас услышали притчу евангельскую о мытаре и фарисее. Вот в белом это у нас фарисей, в коричневом одеянии это мытарь. И вот сейчас она не особо даже понятна будет людям. Вот скажешь про мытарь, фарисей, а в чем драма для того общества? Сейчас у нас фарисеи хуже всех, вот если мы берем по Евангелию. Роман, в современном языке фарисей – синоним лицемерия. Но изначально фарисеи – это были те люди, которые посвящали себя служению Богу. Они могли иметь светскую профессию, но все в народе знали, что они изучают закон. Если это были книжники, они учили законы других людей, то есть поднимали дух богопочитания в народе. И, конечно, фарисей в светлом, потому что он пользовался всеобщим уважением. Люди знали, какой это человек, можно сказать, батюшка. Вот как у нас такие положительные образы. Мытарь – это сборщик налогов. То есть как раз вот тот, кого не уважали, презирали. Служил оккупантом причем. Да, да, да. То есть не просто собирал налоги и наживался за счет собственного народа. Ну, всегда такой соблазн класть себе в карман больше, чем нужно собирать денег. Но действительно служил чужеземной римской власти. Поэтому, конечно, сразу симпатия и антипатия распределялись так, что фарисей – это у нас тот, кто симпатичен, кому сочувствовали слушатели притчи Иисуса. А мытарь – это самый последний человек. Но Господь Иисус Христос переворачивает эти ассоциации и дает неожиданный момент в этой истории. Что по итогам мы, получается, больше ощущаем правоту, позиции мытаря. Да, потому что он пошел более оправданно. Самого презираемого тогда. Да, да, да. То есть у нас некий переворот получается. И почему так происходит? Фарисей действительно совершал множество дел. Это факт. Неоспорили. Тем более, что он говорит, что давал десятину с того, что приобретают. В законе это не нужно. То есть именно торговец, предполагается, что он эту десятину уже отдал на нужды храма, на народ Божий. И вот он уже продает такие товары. А фарисей, он даже делает больше, чем требуется. И он это себе вставит в заслуги на своей молитве. Конечно, он начинает хорошо говорить, благодарю тебя, Господи. Но затем вот все как-то идет к тому, что он хвалит сам себя пред Богом предстоя. И вот что он говорит. Фарисей став, молился сам в себе, Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как этот мытарь. Вот сейчас мы вернемся к историческому контексту. Но здесь отец Илья про смысл молитвы. Веройка верно говорит, что хорошо же начал, но плохо кончил, как в той самой поговорке. Да, но ведь мы знаем и те же самые рекомендации Спасителя относительно того, как надлежит молиться. Молитва – это твой сокровенный разговор с Богом. И уж точно не надо его делать на показ, на перекрестках дорог, да, или там в собрании молитвенном, синагогальном. Этот разговор должен быть очень интимным и сокровенным, потому что здесь ты открываешь глубины своего сердца. Кстати, вот Фарисей, смотрите, он ведь не на показ это сделал, ведь Евангелие говорит, что он в себе молился, да. Но как важно здесь подчеркнуть мотивацию этого человека. А вот вы, например, Роман стояли и все время поправляли мытаря, как-то вот так вот, да, отъезд его расправлять. Понимаете, у вас уже даже вот на каком-то подсознании хочется его пожалеть. Понимаете, вот именно так. А я думаю, вы скажете, у вас на подсознании не в рост, что-то все дергает. Я не психолог, я по-другому это воспринял, что у вас желание его пожалеть. Так так и есть, ведь пророк Осия еще сказал, милости хочу, а не жертве. Фарисей приносил жертвы, вот он свое достоинство в этом видел, да. А мытарь, несмотря на то, что был всеми презираемый, работал-то на вражескую, по сути дела, да, власть, он вот перед Богом был таким, какой он есть. Вот его молитва поэтому, по словам Спасителя, и была более угодной. Его мотивация внутренняя была такая, которую ждет Бог. Смиренная, милостивая, покаянная. Но вот здесь нас отсылают и к Евангелию от Луки, где есть тема молитвы, правильной молитвы. Матарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику, сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Матфея. «Если хочешь помолиться, войди в свою клеть, то есть в свою комнату или в свою душу. Там молись тайно отцу твоему, и отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». И вот здесь, когда Евангелие от Луки, мы возвращаемся к молитве мытаря. Вот эта связь Евангелия прослеживается? Конечно, конечно. Это все можно соединить в единое целостное учение о молитве, которое Господь Иисус Христос нам преподает. Мы понимаем, что мытарю было даже неважно, как на него смотрят другие люди. Это фарисею было, конечно, значимо. Поэтому как бы со стороны фарисея смотрел на себя и давал себе такую почетную, положительную характеристику, как бы себе диплом такой похвально выписывал. А мытарю было совершенно неважно. Он стоял где-то вдалеке даже, потому что ему было важно именно на свое сердце открыть перед Господом. Вот этот вот личный момент отношений с Богом, он во многих псалмах также отражен, что мытарь хочет почувствовать покров Божий, до его прощения. А для фарисея уже как бы все понятно. Он сам все для себя сделал, и Бог не как нечто внешнее. Вот он просто как бы ставит печать, подпись, что все у него отлично, замечательно, хорошо. А мытарь, получается, в своей молитве, он идет дальше, вот в этот личный его процесс приближения к Богу. То есть, получив это прощение, он получает, как апостол Павел говорит много раз, оправдание перед Богом. Это не только прощение грехов, но еще и дальнейший шаг связи с Богом, спасению души. И получается, что молитва мытаря, она более плодоносная оказывается. Тут вот важный нюанс, да, отец Олег Стеняев, кстати, в комментариях на этот отрывок тоже это отмечает. Вот, с одной стороны, фарисей благодарит Бога, но ведь у него нет благодарности. Потому что что есть благодарность? Это осознание того, что Бог тебе все дает даром. Это дар от Бога, которым ты временно управляешь, ты его должен приумножать. А ведь фарисей все себе присвоил, да? Это не дар от Бога, это его личное достояние. Поэтому его слова лукавые, он врет сам себе. Вот в чем ужас-то происходящего. Фарисей сам себя обманывает. А вот эти внешние все стороны, да, они же очень традиционные для проповеди Христа, что обращают внимание на внешнее устройство жизни. Именно поэтому фарисеи были такие уважаемые, да? Это же религиозно-политическая партия. Но, я думаю, людям не хотелось, как сегодня Роману к мытарю, им не хотелось к этим фарисеям вот так вот прийти. Потому что они были нечистыми, к ним ничего прикасаться. И они, знаете, они такие вот, как монументы стояли, какие-то вот нечеловеческие, да? Поэтому вот эти фарисеи, которые, как Никодим, да, которые вот подходили ко Христу и были живыми людьми, это такое исключение. А мытари, несмотря на все свое положение, они, как мне кажется, легче были расположены к проповеди Спасителя. Потому что они вот как бы дна своего достигли, дальше надо было оттолкнуться. И вот Христос давал им эту возможность. Ну как? Через покаянную молитву, через милосердие, через любовь. Вот это важно. Эта молитва открывает человека Богу, вот такая искренняя, что он и свои недостатки, и свои немощи Богу вот так всецело показывает. А фарисей, он только парадную сторону, только глянцевый такой момент. Поэтому можно вспомнить здесь слова Откровения от Богослова, в ладикийской церкви, когда говорится, что ты думаешь о себе, что ты богат, ни в чем не имеешь нужды, но ты не знаешь, что ты жалок и нищий, слеп и наг. Может быть, фарисей даже сам и догадывается о том, что многое, чего ему может еще и не хватает, но он закрывает это от Бога, закрывает это от самого себя. Он не хочет идти, может, какие-то свои глубины, где есть тоже грех, есть недостойства, какие-то недостатки. Апостол Павел, сам который был фарисеем, савлом, он потом в послании к римлянам подробно очень это пишет. Вот страдания. Человек, который хочет внешними делами своими как-то себе заслужить, заработать общение с Богом, вот эту вот связь, вот эту вот печать, что он праведен наконец-то, но не получается, нет, не может человек вот сам это все сделать. Нужна помощь у Господа благодатной. Поэтому апостол Павел пишет, насколько он счастлив, что теперь в Иисусе Христе открывается благодать Божия, и человек может в связи с Богом, в этой синергии, творить добрые дела, уже как бы не думая, заработал достаточно, недостаточно, он себя чувствует именно вот в таком живом общении с Богом, а не отдельно, как вот он такой хороший, или там не очень, ну, который так старается, а Бог отдельно, как некий такой внешний авторитет. Это вся Библия об этом. Что нам известно о молитве? Десять фактов расскажет Сергей Комаров. Библия говорит о молитве, как о самом главном занятии христианина. «Непрестанно молитесь, всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом», пишет апостол Павел. По молитве праведников Бог неоднократно творил чудеса. Так, по молитве Ильи, Господь воскресил сына вдовы, а также неспослал огонь на политые водой дрова и жертвенного тельца. По молитве Иисуса Новина, Бог остановил солнце на небосводе во время битвы при Гаваоне. Бог особым образом слышит и исполняет молитву праведника. Так царю Авимилеху, который хотел взять в жены супругу Авраама, Сарру, Господь сказал, «Возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив». При этом Бог послал бесплодие на весь дом Авимилеха. Авраам помолился Богу, и Бог исцелил Авимилеха и весь дом его. Молитва угодна Богу тогда, когда сопровождается другими добродетелями. Так, в Нагорной проповеди Христос говорит о триаде добродетелей, молитве, посте, милостыне. А в книге Тавита написано, «Доброе дело – молитва с постом и милостынью, и справедливостью». Христос подчеркивал силу общинной молитвы. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». «Молитве необходимо учиться. Господи, научи нас молиться», – просили у Христа ученики. Также в Евангелии говорится, что Иоанн Предтеча учил своих учеников молитву. Христос часто молится на протяжении евангельской истории. Любит он и ночную молитву, и иногда удаляется на гору для молитвы на всю ночь. Главное условие для молитвы – вера. «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите», – говорит Христос. Апостол Иаков пишет, что молящийся должен просить с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. По слову Христа, молитва – это внутреннее делание, и не должна твориться на показ. Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Библия советует молиться друг за друга и вообще за всех людей. «Молитесь друг за друга», – пишет апостол Иаков. «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков», – пишет апостол Павел. Здесь прослеживается и тема смирения, то есть унижения себя, в хорошем смысле этого слова. Варвара, а у вас же было такое, когда или Господь смиряет, или вы сами смиряете, когда особенно работа такая публичная? Да, у меня каждый день это происходит, к сожалению, или к радости, может быть, я очищаюсь через это. Был в моей жизни случай, когда к одному мероприятию, концерту большому, я хотела записать песню и сказала об этом продюсеру концерта, Наталье. Она говорит, знаешь, песня очень подойдет, ты ее запиши, текст нужно корректировать, естественно, потому что православное мероприятие, все должно быть четко по тексту, подходит, не подходит. В общем, записала слова, музыка. Полгода работали мы над песней, действительно. Когда за месяц до того художественный коллектив собирался концерта, ну, песня вдруг не понравилась. Я пошла на уступки, я сказала, хорошо, давайте изменим аранжировку, как хотите, вот как вы считаете, давайте пересведем песню, но слова я не хочу менять. Там есть слова, да, и жизнь свою отдали за Христа. То есть вот очень много фраз таких серьезных. Да, я пошла в студию, мы переписали, сам режиссер концерта, у него своя студия, он пытался что-то сделать, но в итоге утром я узнаю, что песню мы не поем. Она была просто испорчена, потому что делали профессиональные аранжировщики, сведения делали профессиональные режиссеры. И вот я, конечно, очень горевала. У меня было столько, я хотела сказать и продюсеру много хорошего, и всем остальным много хорошего, потому что я была на этом концерте, и было очень много священников, и я просто вот тихо плакала об углу, потому что я понимала, что нужна эта песня в финал, и все это понимали. Но почему-то сложилось так. Господу было неугодно, на самом деле, чтобы я ее исполнила. И прошло время, я, слава богу, я не наговорила гадостей, потому что я просто была, очень я была огорчена этим всем. А внутри бурлило все. Ну что вы, тем более, когда реальный финал сорвали. Финала не было. Ну, к сожалению, вот так сложилось, но я потом ее спела во время, во время пиршества после концерта, и все, конечно, были недоумения, почему она, ну, дали мне возможность ее все-таки исполнить, как бы там ни было. Ну, значит, все, конечно, мои страдания, они как-то так быстро закончились. И проходит время, меня одна женщина приглашает на концерт, сделать концерт небольшой для ее мамы в юбиле. Мама у нее учитель, очень, очень хороший учитель. И я прихожу, пою песню, и узнаю, что у женщины имя вот этой мученицы, которая должна была исполнить песню. И я вдруг эту песню пою. Вы знаете, сидела, плакала мама, дочка, наверное, все гости плакали, потому что действительно так получилось очень вовремя все сделано. Я потом многое исполняла где, да, но тот момент, который тогда произошел, он со временем, конечно, за моими памятами дистерся, и я уже даже туда не пыталась проститься опять, тот же концерт. Но прошло время, и совсем недавно, месяц назад, мне дочка мамы, для которой я исполнила это произведение, звонит и говорит, знаете, у меня есть возможность большая, я знаю, что вы много участвуете в благотворительных концертах для детей, для военных и прочее. Можно я несколько сотен подарков передам для детей? Ну, у меня есть такая возможность. И вот я не ожидала... А это кондитерская, да, фабрика? Да, и я просто не ожидала, что такое вообще возможно. То есть это было перед домом года. Она говорит, только, пожалуйста, быстро, быстро сегодня заберите. И приехали, ну, много людей приехало туда, я быстро всех соединила. И вот видите, Господь мне вот тут утешение дал, потому что вот во всем утешении я вижу всегда такое, что только чувствую, что мы тщеславие, ну, артисты, ну, что делать, мы тщеславные. Мы хотим, чтобы, когда мы исполняем, когда мы работаем над произведением, когда мы душу туда вкладываем, мы хотим какую-то вот... Неблагодарность нет, но просто понимание, что это было не зря. И особенно, конечно же, сложно всегда писать песни о святых. Это самое сложное, наверное, что бывает. Во время процесса вдруг звукорежиссер что-то, у него гонорар меняется, вдруг студия что-то опять не то, все ссорятся между собой. И действительно так оно происходит. Я помню, записывала песню о Сталинграде, о Архимадриде Кирилле Павлове. Ну, мы там все перессорились, действительно. Ну, слава богу, время проходит. Я не ссорюсь ни с кем, я стараюсь, я понимаю, что это ни к чему не приводит. Только смирение. Только промолчать и человека простить, и потом этот человек все равно к тебе обратится. Потому что тогда получится, что как доброе дело, а строишь на песке. И вот ничего не получится, все будет рушиться. Вот это важно, внутренний мир, когда чем-то добрым пытаешься заниматься, и что-то там полезное, особенно если про святых. А вот если мы говорим, Александр, про смирение, и вот мы часто так произносим, болезнь смиряет человека, болезнь упаковывает под волю Божью. А на деле, вот как это меняет человека? Ну, правильно, вы отмечаете, что смирение, оно нас как-то дисциплинирует. Это действительно так. Потому что человек, привыкший к тщеславию, это природное наше такое явление, которое в психологии даже замечают, что мы изначально хотим быть признаны родителями, обществом и тому подобное. Ничего в этом плохого нет. Но если его много, тщеславие, это превышает человеческий лимит на выживание. Что это такое? Это то, что является в человеке такой стержень, которая позволяет саморазвиваться. И он начинает думать совершенно о греховном, о таком, что порождает в человеке сомнение. А сомнение – это очень страшно. Для чего он это делает, для чего он поет, для чего и так далее. Ему нужно, чтобы его признавали, чтобы он понимал. Когда человек уверен в себе, человек, который работает над собой, он смиреннее. Вот даже святых, ты наблюдаешь за святыми, смотришь, насколько они уверены в своей вере, насколько они мотивированы в своем деле. И при этом они абсолютно смиренны. Абсолютно смиренны в своих делах, в своих поступках. И я наблюдаю еще в гимназии, учился в православной гимназии. И наблюдал много раз, и, как говорится, за книжниками-фарисеями, и за настоящими такими людьми, именно священнослужителями, которые служат Богу по-настоящему. И это меня убедило в том, что люди разной профессии не имеют никакого значения, имеют, насколько ты отдаешь себя. Вот у меня были разные в детстве ситуации, где я сталкивался с булитом, или как это называется. Когда меня тыкали и говорили, ну, пытались морально ущемить. Слава Богу, я учился в гимназии, там, где это запрещено. Но все равно находились даже среди священнослужителей внуки, которые распускали, грубо говоря, руки, словечки и тому подобное. И меня почему-то это не сильно задевало. Дело в том, что я был постоянно чем-то занят, и все время где-то чем-то увлекался. И меня удивляло то, что человек просто не понимает, я с ним хочу дружить, а он меня старается унизить при этом. И много раз обижал, обижал, а потом через какое-то время, мы давно уже, ну, возрослели, и он такой, о, Саш, привет, там, даже он не так. Он подошел, просто поздоровался, я тебя помню, ты меня помнишь. А я, в принципе, ну, помню, да, там, такой-то там в классе в каком-то... А, о, привет, как дела, как это... Он удивленный на меня такой смотрит. А ты простил, что ли? Я говорю, за что простил, в смысле? Вот. И таких случаев у меня очень много, когда, допустим, по работе коллега пытался меня унижать, делать все возможное, чтобы меня с работы уволили. Многие, там, допустим, что там говорить, даже директора, там, ну, были моменты, когда пытались меня вроде смотивировать, но при этом через унижение. И я все равно пишу, поздравляю с Рождеством, то есть с праздниками, и поэтому я все время нахожусь в таких, как это, благословенных, можно так сказать, отношениях с людьми, которые мне... которые остаются какие-то более душевными, что ли, и расположенными к моей дружбе. Но это же, может, даже и не только с коллегами, с директорами, а с родителями. С родителями, безусловно, безусловно, с родителями. И есть такая глубокая очень история, как-то, ну, я с детского дома, меня усыновили. Та мама, которая меня оставила, она, собственно, была в плане того, что ее заставили оставить меня, так как ей сказали, что, ну, ребенок не выживет, что он болеет, он вообще умер, грубо говоря, не дали, не показали. И очень такая щепетильная история, вот. Но суть в том, что когда она... ну, когда я вырос, вот, она не переставала искать. Она отдала и не знала, где, да? Нет, конечно. Ну, возможно, конечно, искала. Там какие-то ситуации были, которые ей поспособствовало узнать, что я все-таки жив, так как я медийный человек и где-нибудь, да, высвечиваюсь. А такой единственный, я, ну, в своем роде в те времена был, ну, да еще и похож. Вот. По логике, наверное, это я все-таки. И сердечко все-таки Господь направил и дал ей возможность проявить вот эту материнскую заботу, которую она упустила в свое время. И я почему так говорю? Потому что любая мать, она остается матерью навсегда. Вот если ребенок, даже несмотря на то, что она оставляет его, ее всю жизнь будет это мучить. И это мучило. Даже если те, которые смиряются, они все равно в глубине души понимают. Вот. И когда она встретила меня, она спросила, прежде всего, простил ли я ее. На что я ответил, мне не за что прощать. Я не знаю, ну, тебя как маму, но я точно знаю, что у меня теперь две мамы. Одна, которая породила и дала мне жизнь. Это, наверное, одно из важнейших моментов нашей жизни. Вот. Все-таки благословенное Богом получается. Вот. И второе – это мать, которая меня воспитала, которой я благодарен всю жизнь. И у меня есть возможность сейчас благодарить Бога за то, что Он мне дает таких людей. Тец, Илья. Это удивительно. Какие вы это слушали? Просто удивительные вещи. И опять, опять Александр, видите, говорит про благодарность. Я вот убеждаюсь, что... Ну, мы все знаем, что высшая молитва – это благодарственная молитва. Ну, как до нее дойти? Как начать благодарить? И вот такие жизненные истории, длиной вовсю, может быть, даже нашу жизнь, они нас вот учат такой молитве. Вот этому благодарному сердцу, которое напрочь открывается Богу, и Бог вот туда, вот так вот прям, знаете, прям пучок вот своей благодати всевает. И потом вот Александр сидит и светится, понимаете? Вот на него смотришь, такие добрые глаза. И он ведь делится этой добротой с другими людьми, он учит нас, он учит нас, как правильно благодарить Бога, как идти вот по этой сложной дорожке к этой благодарственной молитве. Я думаю, у нас вот если покопаться где-то глубоко, есть истории, ну, не такие, как у Александра, но они какие-то свои, но очень похожие. Когда мы учимся благодарить, когда мы учимся молиться, когда мы учимся быть, ну, настоящими, что ли, вот не фальшивыми такими, не сделанными искусственно, а вот такими, какие мы и есть. Потому что только тогда мы перед Богом встаем и говорим, Господи, вот я, вот он я, ну, делай со мной все, что ты считаешь нужным. И тогда все меняется в жизни, мы становимся абсолютно другими людьми. Да, вот какое-то прозрение, что ли, происходит с нами. Удивительно. Вот в завершении евангельской части, мы еще продолжим разговоры на тему смирения. В завершении евангельской части, Вероника, почему это читается к Великому посту? То есть это уже нас настраивает на тот большой путь, который нас ждет к Пасхе? Ну, этот отрывок имеет две важные темы, которые будут проявляться в Великопостном Боисслужении, в чтениях. Это покаяние и молитва. Ну, и, конечно, вот то, что мы сказали, смирение, что это такое, можно тоже увидеть, когда человек пред Богом искренен и все ему открывает. Он видит себя таким, какой он есть действительно. И в Великий пост мы, конечно, с особым вниманием в свою душу смотрим, глядываемся. И можно сказать, что такая вот молитва, как была у мытаря в особенности, она человека парадоксальным образом подготавливает к страшному суду, потому что человек со стороны на себя смотрит глазами Бога. И вот мы-то видим, насколько ему много не хватает, он хочет измениться. И вот Господь нам дает такую замечательную возможность себя подготовить заранее, чтобы не было каким-то, не знаю, неприятным открытием, какие мы на самом деле, но вот постепенно, шаг за шагом видеть в себе. Ну вот про смирение, что говорит преподобный Никон Оптинский. Смирение – это нечто великое и божественное. Путь к нему считать себя ниже всех. Что это значит? И считать себя ниже всех, не замечать чужих грехов, смотреть на свои грехи и постоянно молиться. Тецелия, позвольте с вами пройти к столу с артефактами. Вот мы говорим про смирение, может быть, не всегда понимаем, как его правильно настраивать, да и что это такое. А ведь святые, если мы уже читаем жития, смиряли себя тем, что становились на столб, там, на несколько месяцев. Надевали для себя вериги, то есть надевали их, причем тайно, чтобы никто не видел. Желое? Да не очень, если честно. Но если походить в таких месяцок, я думаю, они станут, может, даже проклятием. Почему вот это все должно привести к смирению? То есть ущемление себя, нужно ли как-то себя там прижимать? Может, пост-то к этому и подводит нас? Понимаете, мы берем-то вот в отличие от фарисея, да, он-то брал пример похудше себя, как ему казалось, а мы всегда смотрим вот туда-высь, и поэтому вспоминаем и преподобного Серафима, Саровского, других святых. Но ведь мы должны понимать, что у них особенный путь. И они вот именно так, через внешнее, через телесное во многом, да, физическое, физиологическое усмирение, видели свой путь. Но ведь нам не обязательно носить вериги, нам не обязательно стоять дни и ночи на коленях на камне. Это происходит в нашей жизни, когда вот особенно нам надо помолиться. Мы забываем обо всем. Кстати, наши вериги – это отказаться от телефона. О, хороший пример, отличный. Кстати, да, кстати, да, он столько внимания у нас забирает, когда это можно внимание оказать нашим ближним или добрым делам. И бывают такие случаи, когда мы забываем про еду, про сон, когда вот мы вот стоим у иконы и там часами вымаливаем то, что для нас важно. А вот для таких святых, о которых мы вспоминаем, для них важно было каждое мгновение в их жизни. Поэтому они себя освобождали от всего ненужного. И даже тело свое смиряли для того, чтобы дух высвобождался и чтобы он все время был в Боге. Конечно, перед постом нам церковь напоминает о самом главном. Она прежде всего нам говорит, не будь таким боязным, как фарисей, потому что фарисей боялся, он все-таки внутренне понимал, что он вот не такой классный, поэтому он все это перечислил. Но все-таки же, ну, все-таки, ну, да, все-таки я молодец. А мытарь, он же смелый, он очень смелый. Вот он одной своей фразой вот эту смелость доказал. То есть церковь нас ободряет, не будьте слабыми, не бойтесь, вступайте смело на это поприще, но в то же время и говорит, откажитесь от всего ненужного на это время, чтобы полностью себя отдать Богу. А это могут быть вериги, а может быть и мобильный телефон. Это может быть любой предмет, а может быть даже это просто будет наша внутренняя дисциплина, которая вот этот путь сорокодневный к божественному лицезрению нам откроет. Вот как подготовиться к Великому посту? Ну, потому что тут каждая неделя уже на счету. И о духовной смелости мы поговорим в следующей части нашей программы, когда прочтем апостола этого дня. Мы услышим строки апостола, которые сегодня звучат во всех православных храмах мира. И не только услышим, но и увидим. Мы прикоснемся к миру Нового Завета. Мы читаем второе послание апостола Павла к Тимофею. Третья глава. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постивших меня в Антиохии и конии листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех их избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Вероника, и апостол Павел пишет Тимофею, что в Антиохии и конии и листрах его настигают гонения и страдания. Для начала понять, что это за территория и почему там все случилось. Это, как мы видим, юг Малой Азии. Эти города находились на юге Малой Азии. На этом полуострове жило множество разных народов, разной культуры. Мы видим здесь и эфес, например, это колонии греческие. Антиохия была основана династией селевкидов, премниками Александра Македонского и его полководцами. Это был центр торговли. И кония, листра, это города так называемые ликаонские. Антиохия Писидиска, то есть множество народов, еще может быть провинция Галатия, римляне. Потом эти города благоустраивали. Возможно, апостол Павел, как раз общину христианский пишет послание к Галатам. Почему апостол Павел сейчас это упоминает? Это послание, второй Тимофей, является последним посланием апостола Павла, предсмертным его посланием, которое он завещает своему верному ученику Тимофею. Тимофей как раз является епископом, можно сказать, руководителем общины огромного города Эфеса, центра Малой Азии. И апостол Павел напоминает ему, через что он сам прошел во время своего самого первого миссионерского путешествия. Мы здесь видим обозначение трех его путешествий. И это было довольно уже давно, когда он начинал свою проповедь сначала в синагоге, он приходил иудейские, а потом, когда кто-то разделялся, кто-то принимал, кто-то нет, он переходил в другие города, переходил к язычникам. Вот так вот его осуществлялся переход проповеди от одного народа иудейского, кто знал Писание, к другим народам. Без границ шла благая весть. И вот он хочет, чтобы Тимофей вспомнил, какие сложности его постигали. Например, в Листре его сначала приняли за Бога, и хотели даже прямо возлияние сделать, жертве приносить, но потом по клевете иудеев и других язычников, завидовавших ему, его побили камнями. И даже думали, что он мертвый. Как быстро меняется любовь и нервис. Да, вот прям вот просто по щелчку, да, толпа вот меняет свои настроения. Даже думали, что он уже умер от такого страшного истязания, но он сам встал и пошел в город. И потом, когда они дошли до Дерви, они вместе с Варнавой проходили обратно из-за всех городов. То есть он не сбежал из города от такого, а вот он вернулся туда и благоустраивал общину. Ну вот гонение – это путь христианина или нет? Ведь сегодня, Александр, вы рассказывали о том, как приходилось претерпеть. Причем там про необычную гимназию, а православную тоже, там и священники вы рассказали, и родители. Что помогает это все выдержать? Вот когда идут на тебя гонения? Ну что такое гонение? Это там оскорбление, клевета, ненависть. Когда устраивают травлю в коллективе? Ну, прежде всего, это, наверное, опять же, к смирению приходим. То есть когда ты смиряешься, понимаешь, что это твой путь, и нужно дальше развиваться, не обращать внимания на все вот эти вещи, и еще себе не давать застопориться и подумать. Когда ты начинаешь просто бездействовать и думать, как правило, без надлежащего правильного наставника, ты думаешь не о том. И лишние мысли начинают тебя дестабилизировать. А это же как? Особенно в юношестве в привычку входит думать плохо. Думать о том, что все плохие, потому что делают такие вещи. А я себе не давал этой возможности, точнее, мне не давали этой возможности думать плохо о других. Потому что я каждый раз советовался. Подходил к старшему и говорил. Поэтому у меня в детстве, особенно в 10-15 лет, у меня не было особо друзей, в плане сверстников. Я все время с кем-то постарше общался, с журналистами того времени, с писателями. То есть мой круг был основан на каких-то людей, которые могли чему-то меня научить. И это меня и спасло. Как ни странно. Хотя я общался так же и с девчонками общался, и с ребятами. Все-таки это 90-е. И там тоже все, несмотря на то, что это православная гимназия, все равно умудрялись кто-то что-то принести, кто-то что-то и так далее. Ну, дети есть дети. И меня вовлекали во все это то же самое. Но, опять же, я же говорю, я не без греха делал тоже какие-то вещи, порой даже ужасные для себя. Но, видя других людей, которые ведут скромный и вполне богообразный образ жизни, и при этом и не состоятельные люди, они имеют достаточно, ну, хорошо обеспеченные, я так скажу. Но при этом скромные. Они не выделяются. У них есть определенные цели. И нравственно они сильные духом. Это очень важно. И эти люди были моим примером. То есть для меня сразу было понятно, я был из бедной семьи, поэтому мне было очень сложно привыкнуть к тому, что я среди в основном богатых людей, это гимназия все-таки. И туда поступить было очень сложно обычному богателю. А тут я с особенностями, один из, ну, потом после меня еще были ребята с особенностями, но на тот момент я был единственный. И бороться с тем, что мне приходилось на тот момент, то есть это клевета, я даже дрался, писали про меня в газетах, что я там защищал свою, и так далее. Мне сразу директриса подозвала и говорит, зачем портишь статистику-то нашу? Зачем ты говоришь такие вещи? Я говорю, я вообще-то не говорил, но у меня спросили, я вот рассказал о том, как я борюсь за местным под солнцем. Ну, это такое, конечно, гордление своего рода. И меня это задело. То есть пообщавшись с другими людьми, я понял, что важно отстоять свою позицию смирения. То есть надо быть абсолютно так спроекцированным на другое. И воспринимать других людей, которые делают такие вещи, как на маленьких детей, которые лишают глупости. И вот эта мудрость, это же мудрость. То есть это не заумность. Это же просто. Это самое простое, что можно понять. Но воспринять и принять это внутри себя очень сложно. И поэтому первое, это окружение, очень важное окружение, наставники, которые тебе дают паттерны. То есть те вещи, которые вроде незаметны, но при этом очень сильно влияют на твои привычки, то, что ты делаешь. И я, видать, выработал привычку думать, а люди хорошо. Александр, а с рождения болезни? Да. Это с рождения. До сих пор мы думаем, гадаем, что случилось. Вот. Я надеюсь, что Господь знание этим как-то пошлет. Потому что мне нужно тоже знать, понимать, какое у меня будет будущее моих детей. Вот. Но я как-то проверял на кровь. И, соответственно, я тоже встречался с девушками. И мне это очень сильно, ну, какой-то... Я задавался этим вопросом. Вы очень... Вы человек глубокий, поэтому не могли этот вопрос не задавать. А за что? Почему вот со мной так? Вот столько людей вокруг. Я задавал этот вопрос, за что и почему, только в том возрасте, когда меня больше всего угнетали. я больше акцентирую на этом. И я понимал, что, ну, вот, я такой, ты абсолютно здоровый. И как ты вообще смеешь? В принципе, я прав. Но опять же, это фарисейство. Ты начинаешь себя оправдывать в глазах себя, но никому это не нужно. Ты для себя должен решить, что для тебя важнее. Вот для меня потом, впоследствии было важно принятие меня себя таким, какой я есть. И на тот момент было, естественно, вопросы, большие вопросы. А за что? А почему? Почему я не могу сделать что-то, что вот меня же там наработили, унижали, там, пытались там как-то подцепить. Напрямую никогда ничего не делали. Боялись. Вот. А вот так вот косвенно там что-то там сделать такое дело, типа, посмотрите, он не справляется. Александр, а где вы работаете? Работал директором творческого отдела в Центре волонтеров. Ну, я много детчей работал. Работал и руководителем, значит, курьерской службы. Это было давно. Вот. И в студии работал я, у меня художественное образование. И сейчас я делаю проекты по социальной адаптации. Отец Илья, вот возвращаясь к строкам послания апостола Павла, где он говорит про гонение. Мы же знаем, что все 12 апостолов заканчивают свою жизнь, ну, кроме Иоанна Богослова, мученически. Вот как раз крест, который соотносит с апостолом Андреем Первозванным. Ну, это вот и мученики, о которых мы говорим чаще всего, там, век четвертый. А вот все же происходит сейчас. Вот там под боком. Когда приезжали, вот там родная соседняя страна, там родная церковь, лавра. А теперь там вот, где начались гонения на христиан. Сирия. Вот мы тоже туда приезжали, казалось бы, вот Ближний Восток, а там идут такие противостояния, и захваты верующих людей, и казни. Вот это сейчас происходит тоже у нас под боком. Вот почему это вечная борьба? И может ли христианин жить спокойно? Потому что, ну, ты хочешь там во внутреннюю миграцию, во внутренний кокон там уйти, и подумать, что вот религия, вера, она тебя от всего внешнего мира спасает и загораживает. Да, мы вот сегодня как раз вспоминали подвиг святых людей. Когда кажется внешне все благодушно, вот святые люди себя побуждали к подвигу. Когда есть внешняя опасность, то уже никуда не денешься. Нужно внутренне себя настроить, чтобы не быть в раздражении, не быть в возлаблении, но чтобы вот эта внутренняя мирность твоя помогла правильно реагировать на сложившуюся ситуацию. Ведь это вечные вопросы. Вот почему у нас это Теодицея, необходимость Теодицея возникла, потому что вечные вопросы. Ну, как существует зло? Ну, почему? Значит, грешники благоденствуют, а праведники страдают. Вот, друзья, сегодня мы читаем, значит, пророчество, да, можно сказать, апостола Павла. Жить благочестиво желающие во Христе будут гонимы. Злые люди и обманщики будут преуспевать во зле. Но уже давно пора нам успокоиться, что да, это такой мир. Но в этом мире есть люди, которые готовы его изменить, которые готовы сказать, нет, можно в этом мире жить по-другому. Вот как Александр, в этом мире можно жить, да? Кто эти люди? Правильно, христиане. Вот к чему апостол Павел-то всех и призывает. Он ведь тогда находился между молотом и наковальней. С одной стороны, иудействующие, да, учителя, гонители христиан, с другой стороны, язычники, которые тоже не принимают этих христиан. Он даже вот тут говорит чуть пораньше, вот эта фраза меня просто поразила. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. То есть, вот, учились-учились, постигали-постигали, а истину-то так и не познали. Мы стараемся эту истину познать. Если мы познаем истину, то есть Иисуса Христа, эта истина, как сказано в Священном Писании, делает нас свободными. Абсолютно свободными. Тогда мы не ставим перед собой вопросы, а почему, а за что. Мы ставим другие перед собой вопросы, а для чего. И что я сейчас, как последователь Христа, должен сделать в этой ситуации. Поэтому успокаиваться нам особо некогда. Лениться тоже. Не приходится, поэтому всегда на чеку, всегда у нас бдение. Но вот на тех историях, которые сегодня рассказываем, мы учимся и вдохновляем себя быть готовыми к любому повороту событий, но нам главное не потерять Христа в своем сердце. Варвара, вы говорили о благотворительных концертах, о том, что и перед нашими ребятами выступали бойцами. А вот почему? Что подталкивает на это? Ну, конечно же, прежде всего, поддержка. Потому что, ну, как говорится, милосердие, да, хочу. То есть чувствую, что... Мне говорят, ну что военные, там, ты едешь туда-туда. А как не нести слово Божие, даже через мои песни, да? Вот сидят ребята совершенно в воинских частях, поешь об Александре Невском, и ты видишь весь зал перед собой, и ты видишь троих-четырых, которые тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту между собой, между собой. Я подхожу и вот обращаюсь к песне «Непобедимый воитель», да, парню, и он все, и он сидит и продолжает слушать. То есть, без этого никак. Ну, как бы Александр Невскому не петь для воинов? Как не петь а Федорюшакове для воинов? Это же тоже поддержка духовная какая для них. Вот так все и происходит. Поэтому, конечно же... Это и для вас тоже поддержка, это всегда так взаимно происходит. Конечно, это взаимосвязь идет очень сильная. А вот это внутреннее спокойствие, как сохранять? Вы для себя как это ловите? Только молитва, конечно же. Сейчас был такой момент недавно, совершенно хочу такую краткую историю рассказать. Школа, про телефоны, да? Я все думаю, ну когда же запретят телефоны в школах? Ну когда это произойдет? Они же сидят, ребята, в переменах, они не общаются друг с другом. И я делаю в чате родительское предложение. Дорогие родители, мы друг друга никто не знаем и не видим. Первый класс математически. Давайте попросим, чтобы у нас ребята записывали домашнее задание в дневники. Ну надоело постоянно смотреть дневник электронный. Ну не могу я уже этим заниматься, есть же чем заняться. Родители, давайте, пускай они приходят с обычными картонными дневниками. Меня никто не поддержал. Одна мама, и то мы столько услышали от всего, от мам, в свой адрес. Ну что у вас дети таким бестолковым не могут сами в электронный дневник заглянуть. А я говорю, я отнимаю телефон, я не знаю, как ему его давать, чтобы он сам смотрел. Я дам ему на 5 минут, потом я у него отнимаю 2 часа. И, соответственно, вот так вот мы с одной мамой приняли на себя вот такой тоже негатив. Но смиренно, не отвечая никому, я прям себя сдерживала. Я смирилась, сказала, да, ну хорошо, но как вы считаете, нужен, дорогие родители? Давайте пускай будет так, как вы считаете. Ну не хотите выбирать телефон, а не будем. Ну вот тоже претерпеть приходится. Кстати, вот история-то про Донецк, вы это расскажите. Тоже очень интересно. Дело-то совсем не в телефоне, а в дисциплине, которая, это неважно. Раньше говорили, что ты читаешь, тем ты являешься. А сейчас как ты пользуешься интернетом, такие твои интересы. И это правда, этот человек дисциплинирован и никогда не будет лишнего делать. Что-то даже вот пользоваться с телефоном. По поводу телефона как раз на Донбассе. Мы ехали с миссией, мы вместе. Детишкам устраивали с 1 по 10 число, 9 число. Рождественские, значит, каникулы, рождественские концерты. С куклами, там, аниматорами. Я был аниматором такой. И подарки привозили по крупным городам Донбасса. Луганский, Донецкий. Там большая часть, ну как, не населения, а в некоторых частях вообще не работает сеть. Вообще не работает. И что делать? Нужно все переживают, живой, неживой. Надо как-то отправить смс-ку. У нас у одной девочки только была сеть, потому что она местная. И она наш такой поводырь был. С навигатором все время. И мы, у нас две машины были, и мы, значит, этот телефон везде был. То в одной машине, то в другой машине. Но только благодаря тому, что там есть сеть, мы могли быть, короче говоря, в этом мире как-то на связи. И нам это так понравилось. Первое. У нас за все 10 дней ни разу не было мысли, а что у меня там с этими фотографиями. Нет, мы фотографировали, мы использовали грамотно свой гаджет. Мы снимали видео для фиксации каких-то, мы фотографировали. Опять же, для фиксации мы обрабатывали видео. И это все делалось на телефоне. И ни разу мы не отвлекались на всякие там... Хотя у нас молодежь ездила. Там один парень приезжал с нами. Вот он там такие ролики наснимал. Очень мощные по энергетику и очень такие, ну, прям до слез. Вот. Но он смелый парень. И это, конечно, впечатляет, что даже он откладывал телефон и прямо смотрел и плакал на все это происходящее, которое там случалось. Какие открытые дети. Все ведет нас к Великому посту. Великий пост, по сути дела, вот те условия, о которых Александр и говорит. Но сеть-то она не выключается, там пост начинается. В этот день-то сеть не выключится везде. Да, помните, как в России? Мясные лавки закрывались на время Великого поста. Не было театральных представлений. И справку о причастии надо отнести. Это надо, да, тоже надо обязательно сходить на исповедь. Раз в год. Да, как минимум. Понимаете, мы все ждем, что кто-то нам создаст условия благоприятные. Александр другой вариант предлагает. А давайте мы сами будем себя дисциплинировать, ограничивать. То есть мне понравилась идея, что не просто отказаться от гаджетов. Хотя вот, кстати, на своих занятиях в семинаре я тоже это практикую. На творческое занятие, церковное пение. Я говорю, так все, на полтора часа вы забываете о своих телефонах. Вы их просто вот они складывают и все. Дайте себе полтора часа здоровой творческой жизни. Ну, вот, откройте рот, начинаем петь Богу, все. И вы просто оздоровее станете на полтора часа. Понимаете? Это ограничение. Но правильное пользование соцсетью, интернетом, вот это, мне кажется, нам более полезно. Это нас будет правильно дисциплинировать. То есть мы уже не надеемся, что кто-то нам вырубит сеть. А мы знаем, вот, дозировать начинаем свои выходы в интернет, и тем самым выходить будем только для нужных целей, а не для того, чтобы опять пролистать, кто там, что опять себя где выставил, кто где побывал, кто там себе сделал какой-то новый пирсинг и так далее. Нет, как раз мы будем выходить только по делу. Вот эта внутренняя дисциплина, это и есть, кстати, аскетика, аскеза христианская, внутреннее саморазвитие. Поэтому к этому как раз нас и призывает церковь в Дне Великого апостола. Я благодарю, что мы встретились сегодня, разобрали воскресное Евангелие, воскресного апостола, поговорили о важном. А теперь несколько вопросов для наших зрителей, чтобы закрепить все изученное и прочитанное сегодня. Что нам открывает притча о мытаре и фарисее? Как научиться смирению? И что нам дает молитва? С вами была программа «Завет. Договор Бога и человека». Спасибо.